Глава КНБ Казахстана Нуртай Абыкаев высказался против названия «Исламское государство». Выступая на региональной конференции стран Центральной и Южной Азии по борьбе с насильственным экстремизмом, он предложил именовать эту террористическую организацию на языке оригинала – «ДАИШ». Сейчас более 150 мужчин казахстанцев воюют в ее рядах. Нуртай Абыкаев подчеркнул, что приверженцы этой организации отправляются в места боевых действий в основном с семьями. Таким образом, число казахстанцев там может достигать и 400 человек. Сейчас «ДАИШ» действует на территории Сирии и Ирака. Участники форума говорили о причинах и условиях, порождающих экстремизм, и угрозах, исходящих от радикальных групп. Стоит отметить, что экстремистские организации распространяют свои идеи и через социальные сети. К примеру, ролик с призывом к вооруженному джихаду через мессенджеры и соцсети за сутки только просмотрели более 2 миллионов раз. «ДАИШ» – террористическая организация, называющая себя «Исламским государством», фактически превратилась в религиозно-экстремистский интернационал, в котором состоят десятки тысяч представителей разных стран. К слову, мы считаем неправильным, когда политики и журналисты широко применяют в отношении «ДАИШ» обозначение «Исламское государство». Использование термина «государство» в данном случае вольно или невольно придает этой организации флёр легитимности, что по меньшей мере некорректно. Предложение Нуртая Абыкаева поддержало руководство агентства «Хабар». С этого времени мы будем называть эту террористическую организацию «ДАИШ». «ДАИШ» – террористическую организацию «ДАИШ»